Виновен. Такой приговор Рижский районный суд в Юрмале сегодня вынес бывшему президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и пробационного надзора сроком на 1 год. Суд также постановил конфисковать имущество Римшевича, в том числе несколько объектов недвижимости. Суд проверил имеющиеся в деле доказательства, оценил аргументы защиты и признал выдвинутое обвинение обоснованным, что и стало основанием для обвинительного приговора в отношении Илмара Римшевича за три преступления, два за коррупционные действия и одно за легализацию средств, полученных преступным путем. Напомним, Римшевича обвиняли в получении взятки от акционеров ныне закрытого траста Коммерцбанка. Взятка выражалась в деньгах и в оплаченной туристической поездке. Также Римшевичу было выдвинуто обвинение в отмывании денег. Согласно приговору, Римшевич не может занимать пост государственного должностного лица в госучреждениях и компаниях. О том, что приговор будет обжалован, заявили и адвокаты самого Римшевича, а также представители защиты второго обвиняемого – бизнесмена Мариса Марсинсенса. Его суд признал виновным в содействии, взяточничеству и в отмывании денег. Он приговорен к пяти годам лишения свободы и взысканию более 150 тысяч евро. «Как можно не обжаловать, если человек наказан за то, чего не совершал? За пять лет этого дела, я думаю, все, кто хотели, могли убедиться, что нет ни одного доказательства, которое бы доказал вино моего клиента. У меня риторический вопрос. Что мы тогда тут пять лет делали? Тогда весь этот процесс был не нужен». Прокуратура решением суда осталась довольна. «То, что суд полностью согласился с тем, что мы запрашивали, свидетельствует о том, что у суда такое же мнение о полученных в деле доказательствах, что и у гособвинителя». Напомню, что Иримшевич и Марсинсенс свою вину не признают. Субтитры создавал DimaTorzok